На сцену для заключительного слова приглашается председатель оргкомитета ДИКОМ, ректор Нафтоколледжа Артур Михайлович Асланян. Друзья, здравствуйте, добрый вечер. Меня не удивила победа команды Татнефть. Мы уже видим, что это компания, которая обладает большой компетенцией в области управления, разработки. Как выясняется в области проектирования, я не совсем понимаю, откуда компетенция в области проектирования. У них новых объектов, по-моему, нет. Как они научились ДНС-ку попадать в точку? А по количеству скважин они попали? Скажем, близко. Близко, да? Чуть меньше. Ну, как вы ДНС-ку угадали, это просто, может быть, повезло. Но я сейчас посмотрел вашу команду, я до этой минуты не осознавал, сколько вас. То есть я же видел только один стол. То есть мы видим прогресс в количестве людей, вовлеченных, так сказать, в процесс разработки. Я так понял, что действительно на местах реальными объектами уже никто не занимается. Все занимаются виртуальными объектами в Офе. На следующий раз будем смотреть, кто со стороны этот нефти. Может быть, подтянутся со стороны «Газпромнефти» по 30 человек. Вызов будет брошен там из Ноябрьска, из Хантаса подтянутся. Но я бы очень хотел, чтобы, конечно, шла вот эта вот и жаркая компонента соревнований, чтобы каждый недропользователь воспринимал диком как свой личный вызов и для своих молодых. Потому что эти ребята, они все равно устанут. Они через год уже, наверное, им будет неинтересно. Хотя через пару лет мы обязательно сюда запустим еще разведку. Вот будет интересно, что у вас получится, когда вам дадут бассейновый анализ, ограниченный бюджет и три дня для того, чтобы найти нефть и газ. И будет посмотреть, как «Татнефти» и «Газпромнефть», и «Роснефть» и «Лукоил» будут биться за такие вызовы. Это все, конечно, замечательно. Вместе с тем я обратил внимание, что многие представители… Ну, как бы тут разделились из столы отдельно те, кто в основном фокусировались на этом Петрокапе. Они отдельные столы, которые в основном фокусировались на дискуссиях. Я заметил, что многие представители команд принимали активное участие в дискуссиях. Это действительно правильно. Можно что-то там поделать. Особенно, когда у вас там 20 человек, всегда есть возможность кому-то отвлечься и принять непосредственно участие в дискуссии. В дискуссии я со своей стороны не перестаю удивляться команде «Петротест», которая там с упорством, так сказать, может быть, даже достойно лучшего применения бьется. И непосредственно в Петрокапе вместе с тем они прям упорно повышают свою квалификацию. И вместе с тем они делают потрясающие дискуссионные презентации. У них есть свои детективы. И мне очень приятно, что сервисные компании, они вот так вот растворяются в дискуссиях с недропользователями, позволяют себе спорить, позволяют себе давать загадки. И я считаю, что это правильно, когда и недропользователи, и сервисные компании выступают в едином клубе единомышленников. Я считаю, что, наверное, Диком на сегодняшний день уже является достаточно известной популярной площадкой среди разработчиков. Про нее не все попадают на нее очно, в силу там командировочных ограничений и так далее. Но заочно и в архивных просмотрах мы видим уже сотни участников. То есть это гораздо больше, чем количество людей, которые присутствуют в зале. Эта статистика публикуется на веб-сайте. Можно посмотреть, а сколько же людей просмотрело Диком в первую неделю, в первый месяц там, и в итоге там спустя один год. Эта вся информация доступна на dicom.club. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что Диком развивается. Какой будет город следующего Дикома, мы узнаем буквально через несколько минут. Секунд. Но давайте посмотрим. Барабанная дробь. Город Дикома 2024. Это... Да, да. Это... Это город Москва. Тем из вас, кому интересно, почему, у нас есть еще один слайд. Вот почему. Так. Москва голубенькая. Вот она, 27. 27. Желтенький. Это Сочи. Это было очень близко. На самом деле город Сочи уже на протяжении многих лет занимает второе или третье место. На самом деле Сочи – это своего рода, как бы я бы сказал, тест на сознательность. То есть, а чего же хочет аудитория? Поработать или поотдыхать? Ну, в этом году сознание человека победило над сознанием ленивцев. Традиционно Сочи – второе. Вот будет страшное дело, когда Сочи победит. Что мы будем делать, я не представляю. Потому что никого же не отпустят. Но, тем не менее, а кто у нас следующий идет? Можно посмотреть по... А, зеленый, да? Нет. Красненький. Это Калининград. Ага. А как туда добираться-то? На самолете. Ага. Я там был буквально два месяца назад. Замечательно добираться. Но немножко в облет. А так можно. Ну, понятно. Нет, ну, питерцы, наверное, там на пароме могут перебираться. Тоже на самолете. Ну, интересно будет, кстати говоря. А там оргкомитет просмотрел площадки, чтобы принять... Да, здесь столько города, которые готовы принять. Готовы принять. Вообще, это будет интерес. Хотя это не нефтяной город. Но, тем не менее, наверное... Ну, кстати говоря, это нефтяной город? Нефтяной. Да. Но там ПХГ есть. Мы же работаем на ПХГ делаем. Там есть, более того, морская добыча. И добыча на суше. Там работает компания «Лукойл». Это, да. Слушайте, как я прокололся. Хорошо, сейчас лукойловцев здесь нету в зале, да? Хорошо, запомним. Значит, Калининград – это, может, вполне. А Зеленый кто это был? А, Иннополис. Да, это под Казанию. Ну, наверное, многие там были. Представляет себе, что такой небольшой город будущего построен. Ну, типа, а Сколково какое место? О, Сколково мало. Так, ребята, и ни одного Сколковца на этот диком не приехало. Раньше они приезжали к нам. Вот поэтому и нет такой популяризации. Ну, все понятно. А вот серый я не понял, кто. А, Самара. Коллеги, Самара. Вот нам необходимо, чтобы на дикоме стал принимать Самара нефтегаз. Надо, вот когда они приедут, 30 человек привезут. Представьте себе, если 30 сюда добавят, да хотя бы даже 15 человек добавят, они уже могут выиграть Самару следующий. Тем более, что вот эти люди все не из Самары проголосовали. Это же кто-то из наших присутствующих. Нет, нет, подождите, Самара там же четверо. Сколько устроится у Аркадия Юрьевича электронных? Мы поняли намек. Но, тем не менее, коллеги, хорошая раскладка по городам мы видим. И я думаю, что в Москве назрело провести. У нас Москва один раз выигрывала, но попала на 21 год, когда еще сохранялись ковидные ограничения. Так что Уфа же тоже выигрывала в 2019 году в Тюмени, но попала на 20-й год и не состоялась. И с Москвой тоже был пролет, так что это заслужено, что наконец Москва возвращается, надеюсь, уже реально возвращается в периферию наших городов, которые примут диком. И я думаю, что у нас москвичи есть. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Друзья, до встречи в Москве.